Установка имплантата при высоком уровне прикрепления кости это имплантация в условиях парадонтита. Парадонтит хронически в средней тяжелой степени. Резорбция костная уже есть. Мы удалили зуб по показаниям. Мы поставим зуб куда? Мы поставим зуб в уровень кости. То, что было на компенсации, где сна держала вас вокруг зуба в области имплантата, она держаться у вас не будет. Соответственно, она в течение 4-6 месяцев просто вся спадает и образуется рептессия. Некоторые ортопеды, судя по всему, зная, что так будет, делают цирковьевые абагменты заранее. Пациент там сразу и сразу ему говорят, что они потом ставят цирковьевые абагменты, что когда он обнажится, будет не так страшно, как металлический торчать. Но с этим, конечно, надо работать. Да, установка при хроническом протонтите, она имеет место не только даже какое-то инфицирование или еще какая-то проблема, но и то, что потом появляются рецессии в области. И, конечно, очень высокие клинические коронки. Это жалоба всех пациентов, которые делали тотальную имплантацию на фоне удаления при хроническом протонтите, особенно у кого тяжелая степень. И у них очень высокие клинические коронки получаются. И это их основная эстетическая потребность, запросы. Они все спрашивают, что можно с этим делать. Я не могу так вам ответить. Но там пластика делается, почему-то. Мы посмотрим, как по-другому. Уменьшение объема межзубного сысочка. Естественно, он уменьшается по высоте. Это то, что нам больше всего заботит. Это и дегестация межзубных перегородок. То, что мы обсудили, это понятно. Нарушается трогика питания. Ортопедическая нагрузка очень часто приводит к этому. Даже на этапе временного протезирования, когда я сама наращиваю, аугментирую, я все время борюсь с ортопедами, которые все время стараются залить вот эти пространства, не дать вырасти ничему. А уж частая самая излюбленная фраза – отдавить. Зачем? Где-то кого-то так научили. Кто-то пошел всех так учить. Что они отдавливают? Я могу сказать, когда на последней конференции была в Милане, я посмотрела, Зукеле показывал, как он сам препарирует эту коронку. Он берет ее у ортопеда, вот любую, которую ему сделали, и начинает ее вот все обрезать. И сам ему сказал, говорит, я не даю 3 месяца вообще прикасаться ортопедом к моему пациенту. То есть, по всей видимости, это не только в России проблема. Они везде… Пациенты, я думаю, что жалуются, у них какой-то там свист, просвист, дикция, что-то еще у них… Слюна у них течет. Да. И ортопеды сразу идут им навстречу, потому что… Да, и все сразу заливают. Плотненько. Плотненько заливают. Поэтому Зукеле хочет отстреливать по одному ортопеду. Ну, понимаете, да, я, конечно, не настолько агрессивна, отличая от него, но… Да, у нас вот так французский пациент был, он говорит, «Все мои друзья на временной конструкции у всех друзей не свистит». А у меня, говорит, свистит. А он опять говорит, «Подожди, да, блин, мы к этому придем». Он говорит, «Нет, вот все мои друзья в конце говорят, что не свистит, а ты дурак, вот здесь он запросит, запротезировался, у тебя свистит». Вот как бы тоже вот этот момент. Ну, есть такая история, и очень многие идут на поводок. Тут только просвещение, нас рассудят. И, конечно, при тонком биотетике, в виде сны тоже происходит утрата. Бывает даже такое, что я видела, как при чистке зубной нитью пациенту уходили межзубные сосочки. Причем, что абсолютно нормальные данные к ЛКТ, нет очевидных никаких проблем с косвыми структурами, они просто от того, что они постоянно чистят вокруг имплантата зубной нитью. Все время вот это какое-то триггерное невротическое состояние просто воплощается все это. Но при этом, да, если это тонкий биотип, вот он очень такой страдающий. Ну что, это наше с вами корональное смещение с применением свободного десневого доэпитализированного трансплантата. лечим рецессией десны. Метод подходит как рабочий и для боковых участков зубов, и для фронтальных групп и зубов, на верхней, нижней челюсти, на любой. Временная клиническая коронка отрезается на 3 мм. Вот эта вся пришелечная часть фактически до начала контактного пункта отрезается. Здесь у нас аббатмент. Имплантат погружен в кость или не погружен в кость, значит, обнажены витки. Мы рассмотрим оба эти варианты с вами сегодня. И мы работаем с трансплантатом. Особенности его фиксации. Вспомните, вчера я вам показывала корональное смещение с трансплантатом и с ТМО. И мы что делали? Мы его просто фиксировали вот сюда, между другим сосочком, простыми узловыми швами. Вспомнили? Почему я сказала, что метод тот же самый, но здесь будет особенность. Вот в этой зоне мы создаем из вертикальных разрезов медиально и дистально дополнительные питательные площадки. Просто расщепив вот эти участки из вертикальных разрезов, мы заводим трансплантат туда и фиксируем швом на вожжах с двух сторон в этих площадках. Для чего это нужно? Конечно, потому что вот эта металлическая часть витков или аббатмента или в любом случае отсутствия питания трансплантат в области имплантата и от принимающего ложа вот здесь получит меньше питания, чем если бы это был корень зуба со своей нативностью. Соответственно, нам нужны вот эти дополнительные питательные площадки, такие маленькие аэродромчики, для того, чтобы усилить питание свободного дистанционного трансплантата до эпидемизированного. Дальше также все сосочки сопоставляются анатомически с хирургическим и ушивается. Дизайн. Все то же самое. Обязательно вот здесь постараться расщепиться, если есть возможность, потому что это очень важно, чтобы осталось питание на принимающем ложе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok